Лихорадка из Таиланда и Малярия из Камбоджи. Чем опасен тур в тропике? Лихорадка из Таиланда и Малярия из Камбоджи. Чем опасен тур в тропике 8 часов 9 декабря 2019 года. Депозит фотос, Галитская. Распыляет средства против насекомых. Депозит фотос, Галитская. Москва, 9 декрия новости, Мария Селиванова. Зимой за солнцем, теплым морем и спелыми фруктами многие туристы едут в тропические страны. Но отдых в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке или на Карибах может быть опасным. В этих регионах распространены различные лихорадки и малярии. О том, как защититься от экзотических болезней, в материале РИА новости. Вовремя подготовиться. Вернувшись из командировки в Камбоджу, я несколько дней не мог сбить температуру. Потел так, что просто не можно было выжимать, рассказывает кинооператор Вячеслав Травин. Врач больницы, в которую меня привезли по скорой, увидел результаты анализов крови и удивился, что я еще жив. Поставили диагноз. Тропическая малярия. Переносится комарами. Как сообщил доктор, если ее не лечить, летальный исход обычно наступает через 6-7 дней. У меня шел восьмой день, но я был жив. Видимо, помогли таблетки, которые нам всем участникам съемочной группы врачи рекомендовали принимать до поездки, говорит Вячеслав. 25 октября, 7.39. Распотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой деньги в отпуске. Она протекает тяжело, но хорошо лечится, если обратиться к врачу вовремя, отмечает Андрей Девяткин, научный руководитель по инфекционным болезням Центральной клинической больницы с поликлиникой и управлением делами президента России. Прививки от малярии нет. Но до поездки можно пройти курс специальных таблеток, которые снижают вероятность заболеть. Для этого, конечно, надо посоветоваться с врачом. Коварный Таиланд. В Юго-Восточной Азии вводится еще один опасный вид комаров. Они заражают лихорадкой деньги. Эти комары мельче обычных и кусают днем, а не вечером. Еще у них черно-белое полосатое брюшко, а когда они садятся на кожу, то держат корпус не под наклоном, а горизонтально. Виктор Едуха, пять лет проживший в Таиланде, трижды переболел Денгии, симптомы как у Орви, только без кашля и насморка. Температура 37-38 градусов. Ламота в суставах сильнее, чем при гриппе, и сыпь на коже. 23 августа, 01.31 Рианаука. СМИ заявили об угрозе появления в России опасных лихорадок из-за комаров. Чтобы не заразиться, надо защищаться от комаров, носить закрытую одежду, распылять репелленты, установить сетки на окнах, обходить места со стоячей пресной водой. И снова комары. Во Вьетнаме, Малайзии, на Шри-Ланке, в Филиппинах и в Доминикане тоже можно заразиться деньги. Но это не единственная лихорадка, есть похожие, отличающиеся только тяжестью симптомов, чекунгунья, средняя, и зика, легкая. Их также переносят комары, поэтому меры предосторожности те же. При заболевании любой из этих трех лихорадок врачи советуют соблюдать постельный режим и пить много воды. Это несложно, но важно следить, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму с внутренним кровоточением, которым как раз и опасно. Нет прививки, возвращайся домой. РИА Новости, Олег Ласточкин-Комар. РИА Новости, Олег Ласточкин-Комар. В Африке и Латинской Америке есть риск подхватить тропическую малярию и желтую лихорадку. Бывают и летальные исходы. И если от первой болезни прививки нет, то без вакцинации от второй путешественников просто не пустят в Коста-Рику, Боливию, Камерун, Гану, Конго и еще 15 стран. Для посещения ряда других государств врачи эту прививку настоятельно рекомендуют. «Я ездила в командировку во французскую Гвиану, это на северо-востоке Южной Америки, и за пару недель до вылета сделала прививку от желтой лихорадки», — говорит Мария Рыбкина из Москвы. Без международного свидетельства об этом в страну не попасть. Мойте руки перед едой. Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, наверное, самый распространенный туристический недуг, специалист советует чаще мыть руки. А также есть продукты только после термической обработки, пить кипяченую или бутилированную воду и ею же мыть овощи и фрукты. Лед в напитках — серьезная угроза здоровью, его делают из водопроводной воды, предупреждает Девяткин, 1 мая, 06-56 «Туризм». Распотребнадзор дал рекомендации туристам, выезжающим в тропические страны. И еще совет, на тропических пляжах лучше не ходить босиком по влажному песку и не загорать без подстилки. Есть риск заражения личинками червяков или глистов, которые через ранки могут проникнуть под кожу и мигрировать по телу.